То, что мужчины и женщины по сути своей совершенно разные особи, является открытием только для самых тупых. То, что для мужчины яйца выеденного не стоит, для женщины катастрофа, равно как и наоборот. Но скажите, впадет ли мужчина в полное отчаяние, если у него ноготь на пальце сломается? А может ли ему испортить настроение пятно от раздавленного комара на потолке? И вряд ли уже у него начнется депрессия, если он заметит маленькую морщинку над бровью. Но если в Гондурасе начнутся военные действия, все, тушите свет, выброшенный вечер. Без его мнения там не разберутся. Или он на матч по футболу, на кубок, чего-то там опаздывает. Тут уж не до Гондураса, теперь уж как-нибудь без него. У него матч. Ну, а уж политикам кости помыть, бабушки на лавочках отдыхают. Часами языками чешут, еще и подраться могут. Вот вы скажите, станут женщины друг другу морду бить, если один политик другого на выборах обойдет? Или проблемы с газом на кого другого скинет? Ко многим вещам у них совершенно разный подход. На вопрос, какой у сосед подачи машину купил, мужчина марку назовет, номер модели уточнит, еще год выпуска укажет, какой пробег и сколько у них лошадиных сил. А женщина, она глазки закатит и скажет, ну, такая красивая, цвета вечернего заката, только зеленая, очень к моим глазам подходит. А кто-нибудь встречал мужчину, который ходил бы голодным неделю, две или больше, чтобы купить понравившиеся ему до потери пульса модные туфельки и шляпку к ним же? А вот за эти две-три недели они могут столько водки выжрать, что хватило бы и на шляпку, и на перчатки, и на шарфик. А какой в этой водке толк? Не калит, а простатит. Кстати, о болячках. Болеют мужчины и женщины диаметрально противоположно. Женщины болеют стоя, в смысле на ногах. А мужчина в постели принимает мученическое выражение лица, тяжко вздыхает, стонет и каждые пять минут напоминает о том, как ему плохо. Впечатление, что сейчас помрет. Ну ладно, помирал бы себе молча, так ведь все нервы на кулак намотает. В этом случае очень хороши народные средства. Луковый сок в нос закапать, заставить кипяченое молоко с содой и со сливочным маслом выпить, паром над кастрюлькой с картофельными очистками подышать, горло своим раствором полоскать. Они тогда вмиг на работу сбегают. Хуже детей, честное слово. Кстати, о детях. Принято считать, что лучшие педагоги – это мужчины. Но не все мужчины – педагоги. Но это не значит, доверять им детей можно только в крайних случаях, и то не всем. Если бы Ленка мужу детей хоть на час доверила, то одного из двух точно бы не досчиталось. Он его или бы на рыбалке забыл, или приплыл в полуярости. Это женщине хватает часами с детьми над уроками простиживать. Мужчина, пять минут пообъяснявши, где найти квадрат гипотенузы, начинает тарать, как пола умный, учебниками шмыряться и детапки в клочья мать. Ребенок после этого таблицу умножения на один забывает. Нет уж, пусть мужчины играют в свои мужские игры, а женщины – в свои женские. А дети – с кошками, а кошки – с мышками. Дел на этом свете всем хватит.